Ре. Вис Этерс Ирте. Ре. Вис Этерс Ирте. Здравствуйте. С днем рождения вас. Спасибо большое. Сразу улыбка на лице нашего гостя появилась, как о дне рождения мы заговорили. Ну, а как же. Я очень люблю этот день. Это не только мой день рождения. День рождения моей мамы. Я родился у нее, так сказать, в качестве подарка. И, конечно, для меня это очень приятный, важный, чудесный день, когда обычно собираются близкие, любимые люди. Ну, увы, сегодня, так сказать, это не получается. Со мной соберется один любимый человек, именно моя жена. И мы вечером устроим себе такой торжественный ужин. Решили сделать утку с яблоками. Вот, выпьем очень хорошего французского вина. Благо у меня он есть, оно вернее. Ну вот, а так, ну что ж, чудный день. Я получил миллион поздравлений уже. Вот видите, эти вот тлоночки, это все продолжает поздравлять. Я потом посмотрю. Владимир Владимирович, а можно ли сказать, что это самый необычный день рождения в вашей жизни? Легко. Это, знаете, обычно говорят, а вот скажите, что самое это, самое то, невозможно. А вот тут-то можно очень легко сказать, да, это самый необыкновенный день рождения в моей жизни. Но вообще вот этот режим самоизоляции, как он лично вами воспринимается? Для вас это ощущение некого, ну, такой вот ограниченности, ну, и в физическом смысле, и, может быть, психологическом, такое ощущение тюрьмы, или наоборот, возможность побыть наедине с собой, в какой-то степени свобода? Вы знаете, в тюрьме я был только один день, это было на Кубе, и больше у меня тюремного опыта нет. Поэтому сравнивать мне трудно, но думаю, что так, как я себя чувствую дома, в тюрьме, я себя не чувствовал. А теперь насчет того, психологически ли я оказываю некоторое давление. Вы знаете, я вспоминаю время советское, когда я был невыездным. Я был невыездным, по-моему, почти 30 лет. Вот. И самое тяжелое, как я потом понял, было не то, что я не мог физически ехать, а само понимание, само сознание того, что я не могу ехать. Когда все это отменилось и стало возможным ездить, но я не каждый день куда-то выезжаю, но понимание того, что я могу, если я хочу, сразу снимает любое психологическое давление. И вот это то же самое. Дома сидеть. Так я сижу дома очень много. Я работаю дома, я хожу на телевидение один раз в неделю по понедельникам, чтобы выйдать в эфир свою программу. А тут оказывается, что я должен сидеть дома. И это, конечно, меняет немножко мое ощущение. Но это не настолько, что мне тяжело. У меня столько дел оказалось. Слушайте, я вычистил столько ящиков, сколько шкафчиков. Я продолжаю этим заниматься. У меня там накопилось огромное количество фотографий, которые надо расклеить по альбомам, надо делать к ним подписи. Ну, короче говоря, у меня тут занятия еще, по крайней мере, месяца на полтора. Так что все хорошо. Владимир Владимирович, многие творческие люди, мы знаем, что в связи с коронавирусом отменяются концерты, творческие встречи. И многих творческих людей, ну, их буквально, ну, можно сказать, прет. У них энергии столько. Они хотят выйти в онлайн, в прямой эфир. Вот как у вас с этим обстоит? Вы ходите в онлайн, общаетесь со своими подписчиками, друзьями? Нет, я вообще в онлайн не общаюсь вообще. Я не очень люблю это. Видимо, может быть, как раз возраст мне не тот для онлайна. Все-таки 86, как вы сами сказали. Сейчас, конечно, в большей степени, разумеется, потому что я не могу иначе общаться. Но сказать, что я очень много этим занимаюсь, не могу. Что из меня что-то прет. Ну, как, я по понедельникам все равно свою программу делаю. И для этого еду на телевидение. Дистанцию соблюдаете? Конечно, конечно. Я еду, во-первых, в своей машине. Там, значит, ничего соблюдать не надо. Когда я выхожу, я в маске, я в перчатках. То есть я соблюдаю все правила. Студия у нас очень большая. Гости у меня, если вы видели, стол довольно большой. Расстояние между нами по крайней мере 2 метра. Так что никакой опасности нет. Вот. В общем, я действительно соблюдаю. Я понимаю, что это дело серьезное. И что я, наверное, в группе риска, учитывая, опять-таки, что мне не 20 лет. Но, вы знаете, я не испытываю по этому поводу какого-то стресса. Ну, я воспринимаю это как, да, ну, вот такая вот история. Не надо валять дурака, как очень многие, которые все равно упорно все равно выходят. Без маски, без перчатки, без перчаток. Ну, вы понимаете, если человек не хочет за собой следить, это, в конце концов, его дело. Но если, к тому же, он свое поведение, из-за его поведения другие могут пострадать, это уже не только его дело. И тут, я считаю, что нужно принимать какие-то меры. Владимир Владимирович, сегодня вечером вы будете отмечать день рождения со своей женой. Но я знаю, что дети у вас в Берлине живут, по-моему. Как они вас сегодня поздравили? Еще нет. То есть так, мой внук, Коля, мне уже звонил. Ну, значит, я знаю, что они готовят что-то вот такое, чтобы вот как раз по скайпу мне показать. А у меня дети очень творческие. И вообще и дети, и внуки. И они, конечно, что-то такое готовят, какой-то сюрприз. Я в этом не сомневаюсь совершенно. Пока еще не видел, не знаю что. Ну, конечно, это будет. Владимир Владимирович, еще один вопрос. Мы с вами состоим в одном неформальном клубе. Делом в том, что я тоже Владимир Владимирович. В России это имя общества на слуху, по понятным причинам. Для вас это плюс? Вы пользуетесь какими-то бонусами или нет? Одну минуточку. Алло, я в скайпе. Перезвоните буквально через пять минут. Спасибо. Будем надеяться, что это не Владимир Владимирович. Вы знаете что? Во-первых, Владимир Владимирович, есть для меня два совершенно выдающихся. Одного звали Маяковский. Конечно. Другой Набоков. Ну, я очень рад, что я вхожу в вот это число. Конечно, есть президент, но я не член его клуба. У него клуб другой, потому что он политик, а я вообще политику не люблю и отношусь к политикам, скажем так, с определенной долей недоверия. А вот писатели, это другое дело. Напоследок, Владимир Владимирович, все мы прекрасно знаем о мерах безопасности, которые были приняты с понедельника в Москве, в Московской области. Не будем, наверное, их повторять. Не раз мы уже о них рассказывали в наших выпусках новостей. Все это, конечно, чрезвычайно тревожное. Ситуация серьезная. Все мы это прекрасно понимаем. Но закончить хотелось бы чем-то хорошим. Очень часто сейчас говорят о том, что во всей этой кризисной ситуации можно всегда найти что-то хорошее. Вот лично для вас, что хорошего несет сложившаяся ситуация? Ну, лично для меня, а я вам объясню. Во-первых, я могу поздно спать. Я вообще люблю поспать. И тут я могу спать спокойно, без угрызения совести, что куда-то я должен идти, у меня какая-то встреча назначена, то-сё. Этого нет. Это первое. Второе. Я могу взять книжку, лечь на диван и читать. И не думать о том, что, господи, надо тому-то позвонить, надо это вообще, сейчас мне время. Это второе. Третье. Моя жена со мной дома. И это так редко бывает. Я такое удовольствие получаю от того, что она рядом, мы вместе сидим. Мы очень редко вместе обедаем, мы ужинаем чаще всего в ресторанах. А тут дома. Завтракать очень редко удается вместе. Теперь это всё вместе. То есть это вот явные преимущества. И ещё одно. Знаете, у меня, как у всякого человека, накопилась масса всяких бумаг. Скоршевателей. Полно всего. И я потихонечку всё это разбираю. Я уже выкинул, вы не поверите, пять мешков. Мне нужно бумаги и так далее. Кроме того, привёл в порядок. Я знаю, где лежит разное, чего я не знал раньше. И главное, может быть, я нашёл совершенно неожиданные вещи. Я забыл об существовании. Так что лично для меня очень много хорошего. Вы знаете, ей Бог очень. Ну что ж, на этой позитивной ноте поблагодарим вас за эту, хоть и виртуальную, но всё-таки встречу. Вот такая мини-творческая встреча с Владимиром Познером, несмотря ни на что, состоялась в нашем эфире. Спасибо вам большое. С днём рождения. Ещё раз вам всего вам доброго. До свидания.